Меня зовут Маша Фейнберг. Почти шесть лет уже. Время бежит очень быстро. Я живу в Канаде. Сейчас я уже считаюсь канадским дизайнером, потому что гражданка Канады. Но некоторое время назад я все еще считалась очень долго, очень сильно русским дизайнером здесь в Канаде. Северная Америка, она очень сильно отличается от российской действительности. И шесть лет назад, переехав в Канаду, я столкнулась с миллионом разных сложностей, с миллионом разных задач, проблем, новизны всего того, с чем многие сейчас сталкиваются, кто переезжает. Расскажу вкратце. Вижу, время бежит у нас очень-очень быстро. Я уезжала в Канаду, будучи достаточно стабильным дизайнером в России, с публикациями в АД, во многих других известных, таких же известных журналах. И сюда я приехала звать никто и начала все сначала. Я сегодня вам расскажу о главных разностях между тем, кто такой дизайнер в России и как это по-другому в Канаде. Суть в том, что переезжая в Канаду, вы не вправе называть себя дизайнером интерьера, вплоть до полной, абсолютно полной сертификации. Я, прожив здесь 6 лет, не прошла еще этой сертификации, потому что ни один российский диплом ни из одного университета России не котируется в Канаде и не засчитывается, к сожалению. Как вообще тут становятся дизайнерами интерьера? Да, это то как раз, о чем дискутируют очень много и в российских группах и комьюнити связано с тем, что как оценивать. Вот дизайнер после трех месяцев курсов дизайнер или не дизайнер, а после года дизайнер или не дизайнер, а после трех лет дизайнер или нет. Так вот в Канаде очень все четко в этом смысле, что вы должны отучиться 4 года на бакалавра, дальше отработать 3520 часов на сертифицированного дизайнера, дальше сдать один очень серьезный экзамен в трех частях, каждая часть по 5 часов длится, и после этого вы становитесь сертифицированным дизайнером и можете везде писать, что вы дизайнер интерьера. Но каждый год вы должны подтверждать свой профессионализм путем набора определенных курсов в году и прилагая их к своему профайлу. Вот. Другой вариант – это подтверждать диплом. Диплом тогда принимают любого типа, хоть музыки. Ну, по сути, как бы требуют из одной области. И дальше надо проработать 5280 часов практики, также сдавать экзамен. Либо опять подтверждать диплом, писать специальный бук, книжку целую по своим предыдущим проектам, тоже отработать 5280 часов практики, опять сдавать экзамен и так сертифицировать. И тут возникает как бы резонный вопрос. Также я работаю пока что так. Я работаю, сейчас расскажу, как бы дальше есть аспекты, связанные с образованием в Канаде. Дело в том, что эта профессия, она здесь в Канаде регулирована. Что это значит? Это значит, что есть некий орган, который контролирует всю эту историю. И только этот орган выдает вам сертификацию и говорит, что вот теперь вы дизайнер. А вот до этого момента вы вообще не дизайнер. Сейчас у вас на экране организация. Арида, она дает эти экзамены, NCIDQ examination. Можно погуглить. Не буду тратить ваше время. Все как бы это есть на сайтах, кому, например, может быть интересно. Какие есть альтернативные решения, да, если не проходить всю эту долгую сертификацию, потому что я не стала ее проходить именно по причине того, что только-только переехав в Канаду, я сразу начала обрастать клиентами запросами на консультации, запросами на проекты и остановить все это, и пойти учиться, и пойти работать, и просто поставить на стоп все проекты, а у меня были проекты из России, примерно 8 год я делала, было невозможно. Мне надо было поднимать детей, кормить семью и сказать, стоп, нет, мы не будем работать, а мы будем учиться, я не стала. Какие были альтернативные решения? Быть не сертифицированным дизайнером в штате какой-нибудь команды. Быть не сертифицированным дизайнером и не писать о том, что ты дизайнер, а писать о том, что ты декоратор. Работать под чьим-то началом и подпадать под его лицензию. Некоторые идут по пути более простым, они учатся немного, дальше задают экзамены, получают DCIM номер, и дальше имеют право сертифицировать разные чертежи. Потому что здесь, в Канаде, дизайнер не сертифицирует чертежи, этим занимается очень четко архитектор. Какие есть обязательные моменты, которые связаны напрямую с бизнесом дизайнера? Первое. Я вхожу в одну из многочисленных дизайн-ассоциаций. Ты должен входить в нее, чтобы хоть где-то как-то числиться, чтобы куда-то платить взносы, чтобы указывать это. Когда ты приобретаешь для клиента какие-то материалы, тебя всегда запросят, чтобы открыть себе аккаунт в той или иной компании. Тебя всегда запросят, какой ассоциации ты член. Дальше все дизайнеры страхуют свою ответственность. В большинстве случаев, потому что если не страховать, то есть риски пострадать своими финансами. И третий момент. Все открывают корпорации. Есть те, кто работает как self-employed, это самозанятый. Но в случае подачи в суд клиентом на вас, вы рискуете, будучи самозанятым, всем тем, что записано на ваше имя. Дом, машина, в общем, все. Положения банковские. Когда у вас корпорация, то вы рискуете только корпорацией. Это такие более глубокие аспекты. Всем ли нужна сертификация? Сертификация. Ну, как бы, если вы работаете на Канаду из России или из любой другой точки, вам, по сути, не нужна сертификация, потому что вас нанимают как международного дизайнера интерьера. Если вы работаете, находясь в Канаде, то вы считаете... и платите здесь налоги, то вы считаетесь канадским резидентом и обязаны подпадать под канадские законы. Вы можете оказывать дизайн-консультации, не делая никаких глобальных проектов. Для этого не требуется никакая сертификация. Декораторам не нужна никакая сертификация. Стейджеры. Стейджеры тут — это отдельная совершенно крутейшая профессия, на которой люди зарабатывают огромные деньги, даже порой больше, чем дизайнеры с меньшими нервными потерями. Например, они готовят дома к продажам, привозят огромные грузовики, декоры, мебели, расставляют все это красиво. Это не декоратор. Это именно стейджеры. Дальше. Какие есть сложности, с которыми я столкнулась, и это касается именно менталитетов, да, потому что есть еще такой момент, что Канада — это очень многонациональная страна, очень. Здесь все, как и в Америке, рано или поздно иммигранты. Коренные жители Канады — это индейцы. Соответственно... Ой, не листайте. Ой, не листайте. Ой-ой-ой, кто листал? Друзья мои, я так не умею быстро. Кто бы то пролистал мою? Сейчас, секунду, я верну назад. Не листайте, пожалуйста, я вас очень прошу. Так вот. Соответственно, здесь, в Канаде, очень много накручено разных национальностей. У каждой национальности свой бэгрант. У каждого из нас восприятие цветов своего, восприятие общения своего, совершенно свои бэгранты. Но есть то, что объединяет абсолютно-абсолютно всех канадцев. Совершенно очевидно, что никогда китаец меня не наймет, потому что... Guys, прекратите листать, пожалуйста, я прошу вас. Никогда не наймет меня никакой китаец, потому что он всегда пойдет только к китайскому дизайнеру. Но вот сейчас я уже на том уровне, что меня спокойно нанимают индуски. Индусские семьи и индусские застройщики. И в этом нет никакой между нами сложности. Но есть какие-то моменты, которые одинаковы и для одних, и для других. И они касаются просто общей жизни в Канаде и принципа жизни в Канаде. Канаде сменяет место жительства там, ну, раз в пять лет стабильно. Никто не думает о том, что вот этот дом, и он на века. Нет. Дом там, где работа. Если канадец сменил работу и переехал в другой город, а тут это очень просто, потому что, опять же, в отличие от России, нет такой разницы между большим городом, маленьким городом. Тут спокойно перемещаются. Маленькие города возвращаются в большие города. То есть постоянно идёт движение людей. То есть, соответственно, дом, он там, где работа, а не там, где семейное гнездо на века. Дальше главный принцип – всё должно быть реализовано очень быстро. Нет такого, как в Москве или в других городах России, где можно два года, полтора года строить квартиру или дом. Нет, это невозможно. Тут 5-6 месяцев, всё, все побежали. И это 5-6 месяцев на какие-нибудь дома, там, по 600 квадратов. Покупая дом или вкладывая деньги в дизайн-проект, прежде всего, любой канадец думает о том, как он будет это продавать. Окупится ли наложение в дизайн при продаже дома. Если не окупится, ни один канадец не вложит лишнего доллара. Это надо понимать, потому что все канадцы живут в кредит, все дома покупаются в кредит, и никому не нужна эта переплата. То есть вот такого фанатичного «вы мне создаете дизайн-проект, я буду накопить, копить, копить» – нет, тут вообще такого не происходит. Есть определенный размер минимальной зарплаты, и он диктует стоимость рабочей сил. Тут в основном все нанимают сертифицированных строителей. Дело в том, что плиточники сертифицированы, электрики обязаны быть сертифицированы. Тут электрики и сантехники зарабатывают очень много, они сертифицированы, они ставят печати на документах. Эти документы отправляются в Сити, и нанимать себе неквалифицированного или не сертифицированного сотрудника порой очень шревато. Тут мало кто прибегает к таким силам. Но все равно как бы, например, если в бригаде есть один сертифицированный, то могут нанять пару не сертифицированных. Дальше разные комьюнити, да, как я уже сказала. Тут очень много культур, и, например, я могу сделать какой-то дизайн-проект китайцу, он просто не поймет этой эстетики, потому что у него он выращен на другом, у него совершенно иной бэкграунд, у него совершенно другое в голове связано с теми или иными цветами, линиями, расположением комнат и так далее. Да, как у нас сейчас очень большая тенденция на то, чтобы... Вот я живу в достаточно таком дорогом городе, и здесь в каждом новом доме, который делается или который ремонтируется, делается отдельная spicy kitchen, потому что это стало востребовано. Опять же, в Канаде ранний световой день, и очень рано все ложатся спать. Ну, действительно так. Так, соответственно, это тоже накладывает свои отпечатки на дизайны и также отсутствие заборов. Нет у нас нигде впереди заборов, они только сзади дома. Дальше. Специфика Канады, как я уже упомянула, в том, что я потом все прочту ваши вопросы, кто-то задает вопрос, но они убегают туда. Если можете повторить, те, у кого убежали вопросы, потому что я вижу, горячие дискуссии все еще идут относительно конкурса, я уловила краем глаза один вопрос, но уже потеряла. На все нужно разрешение дом. То есть решили вы отремонтировать дом, вы должны пойти в сити, показать чертежи, что вы будете делать, получить на это разрешение, наклеить наклеечку на дом, и тогда никаких проблем не будет. Потому что в противном случае, если из вашего дома будут раздаваться звуки молотков или чего-то такого, соседи тут же придут, скажут, вы знаете, в сити, тут у моего соседа идет ремонт, а бумажечки на двери нет. И многие говорят, что это такое стукачество в России, это так именно называют, но в Канаде это чуть по-другому. Сейчас трудно вам, наверное, сразу это понять, но в Канаде это называется такой социальной ответственностью, потому что все делается здесь силами комьюнити. Здесь создается атмосфера, ну вот, например, виллдж какой-то есть, и все создается руками людей. Это канадское общество, оно очень волонтерское. Это когда люди вкладывают свои силы, свое время, свои деньги во все, что развивается вокруг. То есть вокруг может быть безумная красота, входишь в дом, очень будет все скромно, но очень аккуратно, просто потому что канадцы очень поднимают все, что вокруг. Им важнее ощущение комьюнити. Возвращаясь к нашим баранам, да, в Канаде должно быть очень строго соблюдено билдинг-код. То есть в действительности, если будут какие-то нарушения билдинг-код, то после ремонта дом будет невозможно сдать в эксплуатацию, будут налагаться огромные штрафы, причем это порой доходит до каких-то таких совершенно абсурдных ситуаций. У меня был клиент, который купил дом, в котором лот сходил к воде, к ручью. И пока шла работа с архитектором, он решил, почему бы мне не расчистить водоем, приехал и начал расчищать водоем. Он был новым эмигрантом и не был еще так, ну, как новый год, это был его первый дом. Он был совершенно не в курсе. И тут же приехала экологическая полиция и наложила на него штраф в размере 5000 долларов за нарушение флоры ручья. Дело в том, что все ручьи и все деревья, они принадлежат Канаде. И вы не можете спилить ни дерево, ни расчистить ручей, не получив на это разрешение от экологической организации в Канаде, что они взвесят в связи против и разрешат вам это или не разрешат. Потому что, например, спилить сосну в Канаде запрещено вообще, потому что все сосны на территории Канады принадлежат королеве Великобритании. На другие деревья надо получать разрешение, чтобы их спиливать. Просто растет у меня береза перед окном. Если я хочу спилить, мне надо прийти в сит и доказать, что мне нужно спилить это дерево, объяснить, что я там посажу еще 2-3 других, и только тогда мне это разрешат. Цветочки можно сорвать, но если, например, вы гуляете по парку, тут все парки платные, опять же, за ними уход, вы будете удивлены, насколько они завалены деревьями по сравнению с Россией, потому что в России идете по дорожкам, и все везде чисто, и все упавшие деревья убирают. В Канаде никакое упавшее дерево никто не будет убирать, потому что оно, если вы его унесете из леса, то вы можете унести на этом дереве жучков или какую-то флору или что-то, и это нарушит, в общем, экологическую составляющую этого конкретного парка. Поэтому так это не делается, нельзя так поступать. Итак, все у нас очень быстро строится, потому что нет никаких штраблений, потому что все строится каркасно. Работа с сертифицированными подрядчиками покрывается страховкой, то есть, например, если ваш подрядчик задану лестницей, выходя из вашего дома по стене, все это покроется его страховкой. Низкое качество работы. Это действительно так. Дело в том, что канадцы, в отличие от арсиян, не такие требовательные. Это действительно так. То есть вначале у меня прям был шок, потому что когда я видела, как тут покрашены стены, или как тут сделаны полы, или как состыкованы плинтусами, меня прям потряхивало. Мне все говорили, Маш, ты привыкнешь. Я говорю, как можно к этому привыкнуть? Ну, когда ты сделал уже 10-й, 15-й дом, ты начинаешь привыкать. Из-за того, что все тут бесконечно переезжают, из-за того, что никто не тратит на это жизнь, то все к тому, как это реализовано, относятся проще. Вы есть... На самом деле я потом уже, когда переехала в Канаду, начала обращать на это внимание, что когда листаете фотографии каких-то американских или канадских дизайнеров, если увеличить, вы увидите даже на фотографиях невооруженным глазом видно, насколько тут неровно, тут асимметрично, а тут вообще неровная покраска, или тут свет отсвечивает, как это все плохо сделано. Это никого не беспокоит абсолютно. И, ну, и самое сложное, это, конечно, стандартное, что надо переходить было в сантиметров и миллиметров на дюймые футы. Причем архитекторы все чертят в миллиметрах и передают чертежи в миллиметрах. Но все абсолютно в салонах. Плитка, мебель, отделочные материалы, все продается в дюймах и футах. И вот постоянно это туда-сюда, туда-сюда, оно достаточно сложное. В Канаде холодно. Какие есть особенности каркасного строительства? Есть ли проблемы с грызунами, как в Америке? Как борются? Нет проблем с грызунами. Ну, если они селятся, есть специальная такая еда, раскидывается в доме, грызуны ее грызут, и после этого умирают и мумифицируются. То есть не разлагаются и не пахнут. Ничего такого не происходит сложного. Расскажу о разнице. Она действительно бросается в глаза, потому что все мы знаем, что в России ближе к центру нормальные дома, нормальный дизайн, ближе к периферии. И ничего нет, и все ужас-ужас. В Канаде совершенно ничего такого нет. Абсолютно идентичные будут дома по внешнему виду, по отделке, по красоте. Разница будет только в цене. Но для нас с вами, как дизайнеров, важнее, как происходит востребованность дизайнера в том или ином городе. То есть у меня был опыт. Я первые три года жила в небольшом городе Манитобе, где очень холодно зимой и очень жарко летом. И там было 70% новых домов. Вы сейчас поймете, почему это совсем нехорошо. Потому что это только в России. Новый дом – это повод нанять дизайнера. Но в Канаде новый дом – не повод нанять дизайнера, потому что в Канаде дома сдаются в полной отделке. Сейчас расскажу. И только 25% небольших городок, как правило, это старые дома. Потому что города растут, разрастаются. Некоторые люди живут долго в аренде. Это процентов 5. А средняя стоимость домов в таких небольших городах – 500-800 тысяч. А зарплаты, чтобы вы понимали, в Канаде идентичны. В маленьком городе и в большом. Практически идентичны. Все работают по часам. И, соответственно, что… Ну, то есть практически идентичны. И складывается вот такое понимание, что если, например, у вас дом стоил полмиллиона долларов, и дизайнеру надо заплатить там 50 тысяч долларов, то это большой процент от стоимости дома. Но те же самые 50 тысяч долларов, если в крупном городе вы купили дом за 7 миллионов, они уже капля в море. То есть в этом смысле в крупном городе гораздо проще найти работу и гораздо проще работать дизайнером. В маленьком городе средняя стоимость часа – там 65 долларов или 100 долларов в час до 100. Дизайн-проекты составляли 20%, а консультации – 80%. У меня реально было в день по 5-6 консультаций людей, которые там шлют запросы, и я приезжала на консультации, или онлайн их оказывала. Это действительно так. В крупных городах совершенно другая история. Почти что все крупные города уже все застроены, и либо мои клиенты покупают старые дома, сносят и строят новые, но в основном ремонтируют старые дома. То есть покупают и делают полный реновэйшн. То есть это совершенно другой уже подход. Стоимость часа в крупном городе достигает до 1000 долларов в час. Дизайн-проекты составляют 80%. У меня здесь в Торонто, где я живу последние почти три года, почти нет консультаций. Но сейчас я их вообще абсолютно отстекла, потому что занимаюсь такими крупными проектами. Но их действительно как бы меньше, чем таких. Вот посмотрите. Вот в таком вот виде любому канадцу сдают дом. В доме уже всегда стоит кухня, в доме уже покрашены стены, в доме вставлены окна, лежат полы, сделаны плинтусом. То есть по сути все уже сделано. Стоят раковины, под ними тумбочки, стоят ограждения в душах, двери в шкафы. То есть вот то, что вы видите, это просто фотографии нового, с данного дома, только-только купленного. Вопрос там. Вы сейчас работаете как декоратор? Я работаю как дизайнер под архитектором. То есть я работаю в тандеме с архитектором. Я просто не пишу о том, что я дизайнер интерьера. Мне это не нужно, потому что это нужно в основном тем, кто себя рекламирует. Ко мне приходят клиенты от моих клиентов, как это было и в России. Запись у меня вперед в среднем на полгода. Не возникает необходимости сейчас пока в такой сертификации, чтобы писать про себя, что я дизайнер интерьер. Всего хватает. Вот так вот выглядят наши дома изнутри. Ну, то есть это в чистом виде канадское строительство, каркасное, по каркасу, утепление и один лист гипсокартона. Тут никто не делает на стенах двойной лист. Все будут смотреть на вас круглыми глазами. Зачем два листа гипсокартона? Все живут с одним листом гипсокартона и как бы это окей. Никого это не беспокоит. Теперь стало понятно, да, почему такая вот картина, да. Сравним с тем, как это выглядит, когда это сдается в России, да. Когда ваш клиент получает ключи, вы входите и там такое ау-у-у, волейбольное поле. И тут, когда клиент заходит, у него ковры на лестнице или в спальне, в зависимости опять же от того, что он выбрал на стадии покупки, если он покупает новый дом. Всегда есть два, три, четыре, пять, шесть вариантов выбора того, другого, третьего, которые входят в стандартный пакет, пакет чуть подороже, и пакет еще чуть-чуть подороже. Но никто никому не позволит сдать дом, если не будет раковины с тумбочкой, света. Да, кстати, светильники уже тоже будут висеть. Они будут самые простейшие, потом вы, заехав в дом, можете их менять. Но в Канаде запрещено сдать дом в эксплуатацию без всего этого. Техника, будете удивлены, тоже будет там стоять. И холодильник, и посудомойка, и духовка, и вытяжка, и плита. Все будут в момент сдачи дома. Так, какая тогда функция дизайнера? Декораторская? Нет. Мы же сейчас с вами говорим в большей степени о том, как вы имеете или не имеете право себя называться. У дизайнера функция совершенно не декораторская. Дизайнер делает все то же самое, что делает и в России. За одним лишь исключением. Дизайнер не занимается архитектурной частью. Из-за того, что тут в основном все живут в своих домах, а не в квартирах. Я не делаю квартир. Ну, то есть вообще в моем портфолио здесь нет ни одной квартиры. Ко мне ни разу не обращались за... А, обращались один раз. Ну, это был такой декораторский момент в большей степени. Соответственно, вы не можете перенести стены в доме без архитектора. Вы не можете передвинуть дверь в доме без архитектора. Вы просто работаете с ним в тандеме. Он делает свою работу, вы делаете свою. Вы придумываете дизайн, вы придумываете все то же самое, что вы делаете и в России. Просто вы не отвечаете за электрику, вы не отвечаете за вентиляцию. Ну, то есть вы можете ее сопроводить, посмотреть, как ваш архитектор ее расположил, сказать ему, нет, здесь не надо, у меня тут что-нибудь важное стоит, но это его зона ответственности, не ваша. Вот. Дальше. Какие есть глобальные отличия канадского интерьера, которые вообще надо учитывать, когда создаете интерьер в Канаде? Дело в том, что тут открывание окон, все окошки открываются наружу, отчего совершенно замечательно становится для любых подбор портьер и всего такого, что вам нет необходимости думать, как же будут открываться ваши окошки вовнутрь. потолочный свет. Тут его почти нет. Почти весь свет – это настольный, и весь потолочный только-только приходит в Канаду. Сейчас вот эти точечные светильники и линейные светильники стоят безумных денег. Вообще дело в том, что в Канаде любой труд очень дорогой, очень дорогой. То есть в час плиточник будет зарабатывать 60 долларов в час. И вы будете думать, вам купить дешевую плитку, и он ее положит за 60 долларов в час, или вам купить дорогую плитку, и он ее положит за 60 долларов в час. От этого суть не меняется. И от этого просто получается, что тенденция того, что кто-то делает ремонт, когда только у него есть действительно финансовые на это возможности. Здесь в Канаде воздушное отопление. Что это значит? Что у нас решетки в полах, в потолках, и оттуда идет воздух. То есть нету радиаторов. Опять же, совершенно замечательно для любых портьер. У нас нету пока подвесных унитазов в такой моде, в какой это все есть в России. То есть в России в каждом первом доме у меня подвесные унитазы. Вообще нет таких обычных, которые на пол ставятся. Здесь же, ну не знаю, каждый пятый только проект, где в мастере, в мастер ванных ставятся подвесные унитазы. Это дорого. Тут отсутствуют прихожие. То есть вы можете входить, и сразу начинается столовая, и это будет окей. Тут жилые подвалы, бейсменты называются, и в них действительно живут. В них делают домашние кинотеатры, в них делают спальни для подростков, в них живет персонал. И спальня. Что называется здесь спальня? Что в России называется спальня? Вошли, комната, пусть будет спальня. Это окей. Здесь в Канаде спальня называется только то помещение, в котором есть шкаф. Почему это так важно? Дело в том, что, как я уже упомянула, любой канадец, покупая дом или делая в нем ремонт, думает прежде всего о том, как он будет это все продавать потом. Потому что он переезжает очень часто, и потому что при продаже любого дома он платит безумное количество всяких налогов и отчисления риэлтору. Без этого никак не получается. Продавать дома тут запрещено. А это значит, что когда ваш риэлтор будет выставлять ваш дом на продажу, то спальней он будет считать в листинге, в рекламе о вашем доме только те помещения, где есть шкаф. Если в нем нет шкафа, то ваш дом из четырех, например, комнат, паций превратился в трехкомнатный. И именно так он будет тарифицироваться в момент продажи, что нехорошо. Поэтому это всегда учитывается. Был вопрос, как относится сейчас к русским в Канаде. Он немножко такой... Нет проблем к русским. Ни к детям, ни к дизайнерам, никому. Я не наблюдаю этого. Но мне вообще всегда кажется, что у разумных людей хватает разума и не чесать всех под одну гребенку. Мне повезло. Акторский надзор и комплектация. Дизайнер и бригада. Бригаду нанимает клиент. Дизайнер, как правило, не имеет к ней никакого отношения, потому что бригада сертифицирована, она сама по себе, дизайнер сам по себе. Для клиентов мы выставляем при покупке ему чего бы то ни было. Мы пропускаем всегда, продаем сами. Как это выглядит? То есть это не так, как в России. Вы позвонили, мой клиент приедет, что-то у вас купит. Вы мне отчислите процент. Это так не работает. Вы должны купить на свою корпорацию и продать клиенту. Поэтому вначале вы от своей корпорации выставляете счет клиента, клиент оплачивает. Из этих денег вы оплачиваете компании, в которой приобретаете ту или иную вещь для вашего клиента. И только вот так это работает. Вы должны иметь ритейл-сертификат, если вы работаете в Америке, либо вы должны числиться в той или иной организации, как декорат или как дизайнер, или как студент, или кто угодно, чтобы вас зачислили в трейд-программу для дизайна. На возвраты товаров. Тут очень часто бывают удлиненные сроки, в отличие от России, например, две недели. Тут обычно бывает месяц-два, что как бы очень хорошо. Скорость доставок в Канаде, она, конечно, безумно поражает, как в хорошую сторону, как в плохую, потому что любые канадские товары из серии «заказал вчера» к утру будут лежать на своем крыльце, но то же самое, например, может быть с какой-нибудь поставкой плит, которая будет идти очень долго. Тут как бы крайности. Очень много крайностей. Ну и комплексность подхода, так же, как и в России. Тут есть подход комплексный, когда вы все приобретаете клиенту, и клиент обязан купить только через вас, если вы заключили такой договор с клиентом. «Спрос на услуги русских дизайнеров и ценность дизайнерского труда». Ну, смотрите, как раз был вопрос, я видела там краем глаза, как я искала первых клиентов или вообще, как я искала клиентов. Так получилось, что я их не искала. Когда я приехала сюда, только-только, буквально через две недели со мной связался канадец с просьбой приехать к нему на консультацию. У меня не было английского языка вообще, потому что мне некогда было. У меня было очень много проектов в России. И до последнего момента я прямо даже уже уехав сюда, доводила объекты в Россию. Еще тогда не думая, что буду продолжать вести их. И я приехала к нему с переводчиком. И я его спросила, почему ты выбрал меня? И он сказал, «Маша, у тебя единственное в портфолио на хаузе был цвет». Я так устала от белого цвета, который вечно все дизайнеры предлагают. Я хотела цвет. Ну, и как-то все пошло оттуда. У меня не возникает проблем в поиске клиентов. Предыдущий князь меня рекомендует, и ко мне приходят от него клиенты. Мне не приходилось никогда искать клиентов. Но у меня ровно то же самое было и в России, поэтому, видимо, для моего типа услуга – это норма. Я знаю, что многие дают о себе рекламу и таким образом продвигаются. Опять же, комьюнити – многонациональность. Как известно, что русскоговорящему всегда проще русскоговорящему обратиться и получить какую-то консультацию от него, чтобы не было никакого мизиндестендинга или недопонимания. Поэтому первые два года здесь, в Канаде, и потом и в Виннипеге, и здесь ко мне обращались русские. Сейчас нет. Я когда как раз приезжала в Москву и рассказывала, что 100% моих клиентов составляли русские. Сейчас, простите, процентов 15 составляют моих клиентов русские, и остальное – это все многоговорящее. Продажная цена, так, язык и сертификация, да, то, о чем я говорила. Дальше, нетворкинг. Вы общаетесь с другими людьми, и они узнают, что вы дизайнер. Я пошла с ребенком на ярмарку, мы разговаривали с мамочкой, я ей рассказала, что я дизайнер, а она говорит, а я риэлтор. Вот и все. Вот и случившийся проект. Ей выгодно и удобно меня позвать, я на соседней улице живу. Мне удобно, что она риэлтор, у нее постоянно идут продажи домов, которыми она меня привлекает. У меня изначально нулевой уровень английского был, когда я прилетела в Канаду. Есть ли трудности перевода? Есть до сих пор, но Канада очень сильно отличается от Великобритании тем, что здесь все рано или поздно иммигранты. Тот, кто с вами говорит, он тоже проходил этот путь, он тоже в большинстве случаев иммигрант или его родители иммигранты. Он знает, что это очень было непросто, и тут очень все снисходительные в чужом уровне языка. Продажная ценность жилья – это как раз к тому о том, что никто не будет переплачивать за дизайн, и вы, входя в дом, будете понимать, что если этот дом стоит в определенном районе, его определенная стоимость вот такая-то, выше головы он не прыгнет, а значит клиент ваш не вложит больше определенной суммы в интерьер, чтобы не оказаться в минусе при продаже дома. Минимальная зарплата в час у дизайнера, начинающего, где-то порядка 30 долларов в час. Дальше поднимается выше, выше и выше, в пределах нет. Я знаю людей, которые тысячу долларов в час берут. Свой бизнес и работа в офисе. Я выбрала свой бизнес, потому что я и в России так работала, потому что мне проще так своей командой управлять в России, в Америке, которая создается, на подпроект, который я беру в Америке. Я думала о том, чтобы пойти работать в офис. Мне очень было интересно, как это работает. Но как-то я поняла, что уже поздно за 40 себя ломать и те работают на кого-то, и так и осталось в своем бизнесе. Ну и, собственно, про налогообложение. Тут все платят налоги. Даже домохозяйки, которые не получают никакой зарплаты, обязаны сдавать налоговые декларации раз в год. Тут все это очень шревато, поэтому все налоги платят. Все очень прозрачно. Все нанимают бухгалтера. Даже у меня дочка 17 лет работает в кофейне. У нее есть бухгалтер, который сдает за нее налоговые декларации. И никак иначе канадцы не живут. Все очень прозрачно. У меня профильное образование. Я по первому образованию художник по рекламе. Текстильный университет. График. Будем так называть. Художник-график. По второму образованию я заканчиваю детали. Вы стажировались или учились у кого-то местного? Да, я взяла курс в университете. Онтарио-билдинг-код. Потому что без знания билдинг-кода очень непросто нормально работать. Вот, простите. И я брала курс еще есть для тех, кто иммигрируется сюда, в Канаду. Канада помогает интегрироваться в ту профессию, которую ты работал в стране исхода и которую продолжаешь здесь. Не бросаешь, а они дают совершенно бесплатные курсы. Нас обучали основам строительства. Именно как строится здесь все архитектурным аспектом, дизайном аспектом. Здесь канадским приемом всем. Так что, да, этому я училась. Где-то год ушел на этап. Сколько у вас стоят услуги по местным меркам? У меня дешево. Цены не буду называть. Меньше местных. Пока меньше местных. Объясню почему. Потому что все-таки пока у меня есть такой аспект, что я умер. И в России был синдром самосланца. Хотя все говорят, мои клиенты, что, Маша, ты себя недооцениваешь. Но мне, наверное, психологически так проще. Мне замечательно всего хватает. И клиентов, и зарплаты. Поэтому я буду повышаться время. Но не сейчас. Можно ли мой инстаграм? А я могу написать. Да, могу. Сейчас напишу. Я сама делаю весь проект. Я черчу. Если эти чертежи необходимы для того, чтобы подавать в сети, дальше это перечерчивает архитектор. 3D-визуализации я не делаю. В Канаде они совершенно невостребованы. Редко кто их хочет. Я работаю с мудбордами. И я работаю со скетчем. Я рисую скетчей. И я подаю клиенту мудборды. Этого, как правило, хватает для того, чтобы клиент все утверждал и реализовывал. Никто не может ждать по 3-4 месяца на то, чтобы вы там сделали 3D-картинки и так далее. Может ли дизайнер или архитектор заниматься декорированием? Или ему тоже сертификация? Нет, для декорирования не нужна никакая сертификация. Ничего не нужно. Есть ли услуга консультации? Она востребована? Да, это очень востребованная услуга. Она нужна абсолютно всем. То есть у меня был период, когда я только переехала из Миннипега в Торонто. И у меня были консультации. Их было такое количество. То есть я реально не могла запомнить имена клиентов. Писала себе бумажечку прямо перед Zoom. Чтобы не забыть, а какой это проект? А как зовут клиента? А какая там картинка интерьера? Потому что бесконечный был поток. То, что я и сказала, что тут очень труд дорого стоит, то любой придет маляр красить стены, он стоит очень дорого. И нет никому смысла экономить лишние 500 долларов и не нанять дизайнер. Конечно, человек потратит эти 500 долларов и на имя дизайнера, который приедет и выберет цвет. Вот он лучше потратит 500, чем потом будет три раза перекрашивать. Хомстейджинг – популярная услуга. Ну, наверное, я же как раз об этом говорила, что это немножко не хомстейджинг. У нас называются стейджеры. Они декорируют дома к продажам. Ну, и я к этому никак не отношусь. Это совершенно другая профессия. Абсолютно такая. Это вы закупаете большое количество всякого-всякого-всякого. Храните все это на складах. Вас нанимают, вы привозите все это, декорируете. Потом убираете оттуда, вывозите на огромных грузовиках. Это, ну, как бы не мой вид услуг. Я к этому никак не отношусь. Какие услуги есть в Канаде? Типа стейджеры, но еще не в России. Ну, вот декоратор, стейджер, дизайнер, архитектор. Я веду проект в РФ. Я заканчиваю один проект и взяла второй, потому что обещала клиенту год назад. И заканчиваю на этом это все. Больше не буду, к сожалению. Ну, опять же, да. Есть сложности. Это танцы на углях сейчас выглядят, потому что, ну, я не знаю, какой у вас опыт, но когда я заказываю что-то, а потом узнаю, что на производстве осталось два специалиста, остальные восемь уехали, а ты порекомендовал своему клиенту, то ты то лицо, которое несет за это ответственность. Это очень неприятная история. А как-то это изменить невозможно. Поэтому заканчиваю вопрос. На каком этапе можно отказываться от 3D-визуализации? Тут нет такого этапа. Дело в том, что изначально, когда вы своему клиенту предлагаете услуги, у меня никогда, если вы зайдете в мой Инстаграм, и за все 15 лет, сколько я в профессии, я никогда не делала 3D. Не поверите мне. И в России тоже никогда. Всегда эскизы. Я художник. Я рисовала всегда эскизы. Я переехала в Канаду 6 лет назад. Что популярнее в Канаде, Архикад или Ревит? Архикад не используется в Канаде. Я использую только потому, что мне это удобно, но все мои архитекторы чертят в Ревит или в Автокаде. Архикад не используют, не преподают, ни в одной компании его не будет использовать. Нет. Этого не существует. А в Канаде все сейчас переходят на Ревит в целом, да. Вот. Так, что еще? А, ну все, мы подошли к концу. Чудесно. Я вам успела. Я просто немножечко во времени ограничена. Архикад считается удобным. Не знаю, исторически сложилось. Если интересно, можно зайти на сайты поисков профессий, ну, на сайты с вакансиями канадских, и посмотреть, что требуется, когда вы устраиваетесь на работу дизайнером. И Архикад нигде не фигурирует. Автокад, Ревит, Скетчап. Как происходит процесс комплектации в Канаде? Процент от проекта или как? Ну, вот как я вам рассказала. Вы покупаете клиенту, клиент покупает у вас. Вам, соответственно, компания делает скидку, там, так же, как в России, 20%, 30%. А вы продаете клиенту уже в зависимости от вашей жадности. Хотите, делаете ему 15%. Хотите, не делаете. Кто-то делает маркап, наоборот, накидывает еще сверху. Это вопрос того, как вы прокачаете клиента. Продолжение следует...